сегодня я буду говорить с народной артисткой россии актрисой режиссером блогером писателем вы так удивляетесь как будто я не а вас татьяна идоги ну да я уже не блогер я перестала заниматься этим видом деятельности я уже не писатель я не занимаюсь этим видом деятельности я не режиссер слушайте новый замечательный блогер вы очень хорошо пишите чё бросать то все ну потому что вот это интернет пространство это не моего пространства я как увидела вот эти ужасные комменты да чтобы ты там сдохла про похмелилась и вылезла вот это и я вдруг поняла зачем я с этими людьми буду общаться и мне было это так обидно я перестала вы для меня сегодня татьяна татьяна анатольевна или таня давайте я буду татьяна а вы будете кира я сразу хочу сказать что я не очень медийный человек я не смотрю телевизия но у меня сломано дома обидно слышать это от телевизионного человека но к вам я кира пришла потому что я вам честно скажу на меня большое впечатление произвела программа с верой глаголевой когда верочка умерла это был такой же шок у меня как и у всех я стала смотреть все что про нее есть чтобы как бы продлить вот это общение и вашей передачи она конечно была самая правильная потому что все мы так иногда ходим на телевидении безусловно по каким-то нашим причинам но все мы закрываемся и знаем как себя вести а там вот она умница энергичная она же ведь совсем не такая вера была как ее образ экраны но для меня это же это очень знаменательная передача даже не потому что потом все это случилось а потому что как-то нам было с ней хорошо вы правда искренне хорошо да и вот поэтому когда мне позвонили и я подумала вот и я пойду потому что помру кто-нибудь будет это так смотреть спасибо тань вы знаете я вас ощущаю какие-то два взаимоисключающих качества иронии простоту и открыто безусловно на 70 процентов в жизни все правильно переводить в несерьез так легче жить с этим это помогает конечно намного 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 если случается какая-то большая большая неприятность какая-то большая обида какая-то большая неудача и ты не можешь ее пережить и ты долго там плачешь бесишься и все такое и только ты когда ее расскажешь кому-то со смехом и сделаешь ее смешной отстранишь и ты от нее избавишься не надо чтобы в тебе сидели эти отрицательные кольца замкнуты но что это было из-за такта а сейчас мы начинаем первую главу вы первый человек который нам не назвал ни одного имени тех кого бы хотел услышать в этой передаче с рассказом о себе вообще-то предложили это сделать нам самим это почему поскольку я не очень люблю телевидение то я не хочу напрягать людей а если мы пригласили людей которые не очень к вам хорошо относятся но это был бы неприятный сюрприз но да конечно но это же ваша затея и ваша работа раз я на нее согласилась я получаю то что получу скажите а вообще вот людей которые к вам мягко говоря не очень хорошо относятся их много мне кажется что да 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 сейчас так все поменялось что ты иногда и и не знаешь как тебе вот этот человек относится я даже смешно один раз с ксюшей ермольник встретилась в салоне в городе юрмала и и она причёсывается и это как-то ей помогала и она мне так как-то помахала а у нас хорошие отношения были я к ней подошла и говорю ксюша ты меня извини пожалуйста мы с тобой в но я должна сказать что конечно мы выбрали трех человек троих мужчин которые к вам хорошо относятся и начнет рассказ о вас ваш однокурсник по моему один из самых лучших актеров нашей страны виктор сухороков тань привет про тебя спрашивает должен баловень судьбы она счастливый человек она снималась с такими актерами у таких режиссеров конечно она была очень синтетической такой разносторонней актрисой эгоистично конечно эгоистично самовлюбленный еще как она сильная может быть от этого и страдала она увлекающаяся она в обиду себя не даст и от этого нам не устает а от усталости слабеет понимаете и тогда в ней просыпается вот эта женщина которая как это опадает на стул и не может найти ответа как жить дальше и может быть в на каком-то этапе она настолько взлетела высоко что ей там показалось душно и она стала распирать свои ребра какими-то может быть истериками болезнью души но в какой момент она исчезла она пропала и думаю куда танька то делась что случилось ой говорят болеет болеет даже говорить на эту тему не буду потому что все на вам расскажет она сегодня в том великом красивом возрасте когда она и скрывать ничего не будет и умалчивать не станет ей сегодня ничего не страшно он прав что вы в том великом возрасте когда не хочется ничего скрывать конечно если есть прелесть в этом возрасте то независимость от своей профессии я столько всю жизнь была зависима от профессии и когда я вдруг поняла что мне не надо об этом думать снимаюсь еле не снимаюсь ой не верю как станиславский нет это чистая правда вы изначально нет 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 вот это в том то и дело кира поскольку вы вот еще работающая и зависимая от профессии женщина то вам это не понять когда ты выпадаешь из этого из этой я боюсь я гораздо более честна с вами нет я не буду говорить что это была легкая сначала была какая-то такая растерянность мол а чем же я буду заниматься и я прям себя тренировала какое-то время говорила ничем а вам действительно не страшно говорить правда то о чем опять виктор говорит правду какую какую правду а себе ну какую чем мне должно быть страшно ну кира я никого не убила да нет я никого особенно не предала я понимаю но иногда бывают жизни какие-то моменты о которых какие правда все таки это исповедальность какая-то нет это не желание придумывать какие-то легенды отговорки нет я преследовала какие-то цели какие может быть они ошибочные благородные но если я когда говорила что я зависима значит в алкогольном плане я это считала тогда на полном серьезе что об этом надо говорить потому что это общественная проблема я думаю что вы правы но сейчас нет теперь мне кажется что пространство настолько злобное что они посыла значит борьбы за светлое будущее не услышат а пользуются этим в основном люди ко мне настроенные не дружелюбно а то и вражески странно мне это кажется наоборот вот когда ты сказал правду это отсекает ненужные вопросы домыслы какие-то сплетни и прочее прочее в этом сила человека и достоинство человека говорили не жалею я не жалею я это делала абсолютно сознательно тогда я была полна идей я вообще человек идеи вот идея обладевающие массами становится материальной силы это про меня следующий мужчина это ваш бывший муж михаил анатольевич мишин я вам должна сказать что он почти уникальный муж потому что у меня было порядка ста передач и только один бывший муж решился говорить о своей жене вот михаил мишин здорово он всегда говорит и я всегда говорю она очень разная ну как мы наверное все но она очень искренне в каждый данный вот момент времени в каждой своей эмоции она может там через какое-то время пожалеть об этой эмоции и значит понять что все было не так все наоборот она ошибалась это очень уверенно и все тонну разочаровывается чтобы вас слишком уверенно в чем я могу навязать свою помощь нет вот я вот так вышку на сайт когда и казалось что и моих советов многовато и а потом это понял нас я перестал так много лезть показал что я лучше а я должен ей все сказать она отбирала то что ей нужно и значит злилась когда не нужно и это было нормально конечно нуждаются поддержки что-то она переживает как мне кажется сейчас за ей проще пережить внутри себя и так сказать нужно это прожить преодолеть нечто поддержка нужно всем что мне сейчас вот там люди сидят смотрят что мне еще раз сказать что она замечательная актриса не так замечательная актриса это все знают и это готов подтвердить с наслаждением и нет сюда доставляет удовольствие с гордостью как-то на меня посмотрели мы в очень хороших отношениях это мы тоже об этом еще поговорим два штриха к вашему портрету и третье очень важный штрих добавляет наш один из самых может быть парадоксальных и мыслителей и режиссеров роман григорьевич вектюк надо иметь вкус и без страшные с ней работать с ней нельзя так просто она придет сама что-то сделает она умна не философия в голове она мыслит колоссально масштабно а это никому не надо потому что сразу пигмеи вокруг и она раздражает моментально поэтому она пошла и пробовала тебя в режиссуре и и я радовался но ей не это надо ей нужен равный по полету потому что она артистка которая над землей она она крылья требует ветра не создавать полет и чем выше тем она свободна но он любит преувеличивать а это слишком слишком для меня высокие слова но приятной полет вот это ужасно невероятно приятно и да здорово что же там потом еще услышать итак мы начинаем говорить о вашем детстве жила-была простая московская семья мама аня папа толя дочка таня и сын володя я не знаю почему то прям я вообще не могу может потому что я стал так на маму похожа сейчас очень много понимаю просто роман когда вот я стала в этом возрасте всегда достаточно сложные отношения между дочерью и матерью потому что но это естественно ты отвергаешь на их образ жизни или патологически стало на нее похоже и то что я там предъявляла к ней какие-то претензии что она пассивно принимает какие-то вещи там как она не хотела не подоехать полетиться или в санаторий там я вдруг понимаю что как часто я не хочу никуда просто выходить из дома да но они были хорошие очень родители меня просто поразил ваш рассказ наверное блогерские о белых носочках если можно то я не хочу заниматься пересказами хочу чтобы вы они жили очень бедно моя мама родом из деревни калмыковка тамбовской области вот сейчас многие снимают там военные фильмы или послевоенные и все там у них по три-четыре одежды а ведь негде был одежду взять особенно в деревне и больше всего они завидовали тем у кого были белые носки белые носки это было значит ну ведь предмет роскоши но недостижимая какое-то совершенно и они вечерами когда шли какие-то свои сборища и они ноги опускали в побелку чтобы это выглядело как белые носочки и поэтому значит и вот так в темноте мелька этими белыми носочками они шли вот на эти значит свои какие-то у вас не осталось любой белый носочек осталось или невозможно а еще больше я люблю белые гольфы я всегда была одета как чучело потому что мама всегда покупала одежду на вырост например в четвертом классе мне был куплен дефицитный сатиновый румынский костюмчик кира я его могла надеть на втором курсе института и всегда это были у меня длинные платья это не мое платье это хорошая ли с другой девочки а у вас есть фотографии где вы вот в таких я все уничтожила это видимо один из комплексов их нет они исчезли да вы что кира конечно я была страшнее всех послушайте а кем работали ваши родители значит папа работал слесарем а мама она меняла все время работы она закончила пт-у была токаре но она ненавидела свою работу боялась этих станков и она была всем угодно я это к чему я не понимаю почему тогда выход жили хуже чем другие мы же жили тогда примерно одинаково все вы говорили маме это я говорила я них я не пойду в этом пальто я говорила и и была наказана вы жили в коммуналке да это была прекрасная коммуналка текстильщики вот сразу за нашим домом начинались колхозные совхозные поля а вот как даже вдали от центра вам удоволось заниматься и спортом и музыкой и театральными какими-то экспериментами это заслуга школа родители это ваша заслуга личная было огромное количество кружков секций и уж чего угодно чтобы дети были заняты и все это было бесплатно или стоило 3 рубля мама принимала очень активную жизнь в хореографическом кружке в котором я ходил два раза в неделю в том она шила все время из марли вот эти и крахмалила и крахмалила тарантелло да и и представить так трудно все вот это их не реализованные какие-то таланты они это их осознанное желание чтобы у меня была другая судьба идея фикс чтобы нас мы поступили в институт все равно какой да с вами делали это сколько вам лет наш декамерон 34 30 хорошо вернемся к вашей семье ваш брат володя он был старше вас на пять лет володе уже нет нет да у него достаточно трагическая судьба то есть просто трагическая на мой взгляд его нет же нет у меня никого не осталось да правда что он от рождения был инвалидом нет нет она стала инвалидом по многим печальным обстоятельствам он был невероятно и умница был хорош с собой я гордилась что его любили красивые девочки но он поступил в трудный институт московский инженерно-физический и кажется мне вот это сгубило он не потянул этот институт и начал выпивать пить он не умел он сразу попадал в какие-то передряги в драки и все кончилось двойной трепанации черепа две огромные дырки в голове отсутствие речи которую он восстанавливал и дальше вот такое он жил с родителями в основном дальше он жил с родителями даже скорее с мамой он у нее был ее боль ее заботы он умер но она не помнила этого она в альцгеймере было лет семь это такое страшное заболевание но с другой стороны она не помнила что нет ни брата не не муж она уже жила в каком-то своем мире говорят что когда уходят родители то мы навсегда все-таки перестаем ощущать себя детьми сколько бы нам лет не было вот или вы со своим детством попрощались гораздо раньше вот когда вы почувствовали что вы отдельная самостоятельная я раньше гораздо я как-то очень рано отделилась и стала жить одна в коммунальной квартире и я помню когда мама начала мне диктовать какие-то условия жизни и сказал стоп ты ко мне без звонка не приходишь суровая девушка до справедливая или вот катя скажет мам стоп без звонка не приходи до приму примете конечно вот то что вы на заре своей юности или почти в детстве насколько я понимаю пытались поступить цирковое училище это был взрослый поступок уже сколько вам было лет тогда четвертый класс это вы так решили о цирк боже какая девочка не хочет быть в цирке мне очень туда хотелось мечта не осуществилась нет нет не осуществилась на судьба не было ни одной причины не взять меня ни одной причины не было не взять меня я была гуттаперчевая от природы я складывалась пополам я была готовая женщина змея и вот я стою в этом купальнике и и они долго решают вот эти люди за полукруглым столом они между собой спорят я только понимаю что это спор кто-то я помню что я не гожусь по каким-то внешним а потом видим где-то в коридоре я услышала что не сценическая некрасивая и вот это и я конечно два месяца рыдала в своей коммунальной квартире что меня не пустили в этот сверкающий мир не красиво да 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 мне уже было несколько рассказано что это сколько лет это институт это я молодая актриса вы были девочкой неуверенные в себе стеснительные нет я все переборола я должна была победить и поэтому я пошла в самый не свой вид спорта художественную гимнастику тань вы как-то сказали что после этой победы когда вы поступили по конкурсу вы были злобно счастливы что значит злобно быть счастливой вот я не понимаю а вот те не приняли а вот тут-то приняли значит вот выправила так вот я же шла туда уже как какому-то каким-то некоторым врагам у меня было ощущение что есть какая-то другая жизнь такой как потом я прочитала у грина блистающий мир вот мне казалось что есть где-то блистающий мир в седьмом классе появилась уже в студии юного актера и я увидела блистающий мир вот этот вот телевидение телевидение где вы кира смотрите мир сложный этот очень вы же знаете ваш хуже наш хуже телевизорный нет ваш но не будем спорить у кого лучше разговор они сценической внешности ушел в прошлое поскольку да я уже знала что я некрасивая но я талантливая но вот смотрим на эти все фотографии разговариваем о разных людях послушайте это вы ко мне привыкли а тогда этот типаж был непривычный большие щеки небольшие глаза зубы с диастемой щербинка это самое нет то есть вы к этому относили спокойно они вас каким-то образом поддерживать ближе к окончанию десятого класса я как раз наш руководитель студии сказала тебе не надо поступать не надо она сказал ты очень талантливая но у тебя очень сложная внешность не поймешь что ты будешь играть у тебя будет очень тяжелая жизнь не ходи опять это ремонтшистская злость началась но как только начались туры я пошла по всем театральным вузам ужасно смешно описали в блоге опять между прочим он сколько польза от этого сколько бы узнали ваше поступление в гитис вы говорили о том что это почти чудо и совершенно по-другому ваше поступление видел ваш будущий однокурсник виктор сухоруков вот он как раз жены полный у него такая сербинка в зубах она ее очень украшала она была ей к лицу но почему-то есть сказали убирай и она у железками вот этими сдавала творческие экзамены экзамены вступительные а уже знали про нем многие там в саду перед входом в гитис что она будет учиться что она будет студенткой что ее на нее перст уже указал и господь и все волтостальский который набирал курс и она это понимала я сам ты провинциальный орехов зуиски а она-то коренная москвичка и когда я не смотрел думаю на душе как интересно тут бьешься бьешься а она с какими-то железками не закончив школу а уже будет учиться она выглядела как третья дочка в сказке аленький цветочек как красавица чудовище который обязательно встретит своего чудовища то есть она уже была какой каким-то типажом очаровательной романтической хрупкой звонкой какой-то манящий девочки но именно девочки не даже не барышни даже не какой-то там сексуальной особой нет она действительно стояла у гитиса как будто на пуантах и конечно она оказалась в институте не зря вот так вот он увидел девочка которая встретит свое чудовище смешная очень фраза но о чудовищах мы попозже поговорим но вот посмотрите совершенно другой взгляд вот на вас со стороны он способен разрушить ваш скепсис по отношению к себе вот это вот чувство самоирония когда вами восхищаются это я к тому это повод полюбить себя по вы знаете или вы себя и так любите да хорошо к себе отношусь не незачем себя приукрашивать мне у меня и так все нормально у вас было такое удивительное трио насколько я знаю вы виктор сахаруков и юрий стоянов почему вы выбрали друг другу вот какая тайная связь существовала между вами вас они были влюблены юрий виктор вы были в кого-то влюблены из них конечно я была влюблена в стоянова но как он говорит уже всем надоело про это слушать про этот на первом курсе роман глупый но какой такой у нас же все мы страшные романтики мы последнее поколение романтиков да но при этом виктор сухороков считает что вы с ним были парами между прочим представьте себе я после армии плюгавы с редкими зубами странный не умный не начитанный вдруг я встречаюсь на курсе стане догилевой она была уже в шпагате она уже была в кульбите она была в изячестве вот этого хореографического какого-то мастерства ванюшка шабалтаз все время клиник ей подбивал к ней мол давай со мной он был тоже хорош из харькова такой красавец был такой великолепно владел телом нет она за ним не пошла не в первой позиции не в тарантеле не в этом не минуэйте не в поване она стояла рядом со мной ну ноги ты у меня красивая и я так это немножко накаченный хотя маленький и тем не менее вот она выбрала меня и мы с ней прошли эти четыре года в тире так назывался наш танцзал мне было дорого то что мы были парой и конечно третий курс сколько и ну может быть было 19 лет она играет главную роль в отрывке санта-круз в окружении мужиков она это делала все и очень изящно темпераментно точно а самое главное увлекательно посмотрели плакали мы смотрели влюблялись потом в дальнейшем пройдет время я буду хвалиться что это моя однокурсница танька дагилева однокурсницы мы вместе челес это такое запоздало и фактически объяснение в любви к вам мы всегда очень друг друга любили и он действительно был очень странный витя безусловно очень талант но мы считали что он самый талантливый на курсе в общем с сухоруковым вы дружили танцевали да а в стоянова были влюблены но недолго я была влюблен а каким он был тогда юрий стоян а нам он был героем он был тоже мастер спорта по фехтованию он приехал из одессы у него были деньги мы еще там все были бедные крайне у него были кудрявые на волосы и все говорили это герой это герой а герой это значит любовь и романтизм и что такое и мы играли мы играли этюды играли да и влюбились к абсолютно щенячий романтично вот такого влюбились роман был платонический можете себе представить что меня ведь в первый семестр мне поставили грубо говоря тройку я вообще ведь не понимала вообще что что я делаю и зачем я делаю вообще не понимала и я понимал что все лучше меня и что меня могут выгнать и вот тут я сказала ему мы расстаемся и он ходил страдающий это всем нравилось мне все говорили он страдает и концу второго семестра он женился на прекрасной девушке равно я не понимаю зачем надо было бросать чтобы понять что от вас требуется мне это кажется что действительно любовь дает возможность актрисе быстрее взрослеть эмоционально проживать роли становиться женщиной в конце концов что это вам дал разрыв мне он дал все вы не любили ну зачем ты любила что я утверждаю что я любил но влюблена я была ужасно ужасно я писала стихи все что надо все было сколько времени все-таки вот продолжалась эта жизнь у тани догилевой юной без любви не долго пришла новая любовь или начался новый роман у меня все любовь и они еще и были они мешались с реальными выдуманными они были одинаково для меня важны вы сейчас можете определить разницу между романом и любовью я по-другому сейчас все классифицирую мне кажется любовь это какое-то инстинктивное чувство она вне все что от от головы им эмоции и сердца это все равно влюбленность до схожие с зависимостью а любовь это все-таки к детям не к мужчинам женщина-мать я женщина-мать я оказалась женщина-мать в жизни не думала как сразу как дочь появилась да я поняла что это такие разные скажите а ваше первое замужество это было следствием чего романтизма невозможного романтизма возможно а где вы встретились со своим первым мужем александр был актером на нет он был загадочной личностью но из этого блистающего мира на четвертом курсе меня утвердили на главную роль фильме безбилетная пассажирка а он в этой группе был помощник режиссера вот самый последняя была должность потому что он так решил пробиваться в кино это была весна это был юг и это было сумасшедшая влюбленность то есть это была первая взрослая любовь ваша я не могу даже назвать ее взрослый потому что она была какая-то совершенно галтелая такая вы это его не видела два часа и начинал плакать так он был старше нас ну да лет на пять вы быстро решили выйти замуж за него тут еще как что получилось я может и не стала бы за него замуж выходить еще ведь отбивался от меня сначала кому такая он отбивался ну конечно ну кира он уже быть учета и соображал а тут какая-то ненормальная с этой ненормальной любовью с этими истериками еще любил поистерковать я все хотела прожить и чувствовать спешит мне нужны были какие-то то что я читала читать вредно и конечно он так на меня смотрел так в ужасе в общем я его взяла нахрапом он красивым лучше мне казался безумным красавца я не хочу его обижать мы сейчас живем рядом он в том же районе я с ним встречаюсь иногда чувством нет нет с интересом нет с воспоминаниями брак нас наш длился три месяца зачем вы тогда выходили замуж в моя рабочая крестьянская мама сказала без брака ты жить с ним не будешь и стали они готовятся к свадьбе погоняло было лет ну вот я институт закончила 4 курс 21 22 несовременно я бы не пошла бы замуж может быть мы бы пожили бы как-то и поняли потому что уже перед этим я поняла что мы очень разные люди уже и замуж то не хотела то есть изначально вы понимали что это в принципе ненадолго но тем не менее вы вышли замуж и поэтому мы переходим ко второй главе называется он вы работали с многими очень хорошими режиссерами которые абсолютно ломают стереотипы которые парадоксальны и естественно один из самых парадоксальных людей это роман григорьевич виктюк и вот на наш вопрос зачем татьяне догилевой мужчина вы послушайте что он ответил они не нужны потому что равных нет пигмеи которые говорят что они великаны а великанша она и как женщина и как артистка ей равных нет ежели роман григорьевич прав и вам мужчины не нужны вы не парное создание тань не с мужчиной одной плоховато одной кого-то любить надо о ком-то заботиться надо но вот я могу любить и заботиться о дочери и со временем я стала трудно понимать а почему я должна о нем заботиться значит роман григорьевич прав когда говорит что вам мужчина не нужен вы знаете что я сейчас попробую привести какие-то стандартные примеры зачем нам нужны мужчины вы постарайтесь это опровергнуть если вы найдете аргументы на это хорошо хорошо любящий мужчина все-таки дает женщине чувство уверенности когда он рядом с ней какое-то время только конечно мужчина не всегда но часто обеспечивает все-таки финансовую какую-то часть этой семьи в которой вы и он меня никто никогда не содержал и никто никогда не дарил богатых подарков мужчина становится отцом детей которых правильнее воспитывать все-таки в полной семье но папа и мама должны быть конечно только все-таки любимый мужчина сможет стать для женщины самым близким и самым родным человеком для меня это все очень литературно нет разные же периоды тут ты его любишь тут и его ненавидишь что он тебя раздражает тут и был он все равно вас родной и близкий человек очень часто ближе чем родители но и же чем дину вот он вот михаил мишин мы с ним развелись мы много лет в разводе но он все равно на самом деле самый родной и близкий мы мне человек вот татьяна анатольевна это у вас аргумента против нет нас связывает ребенок если бы катя вас не связывала вы бы не были близкими людьми нет умные тонкие мужчины способен вдохновить женщину сделать ее талантливой сделать ее своей музы в конце концов сделать единомышленницы не с каким скепсисом вы на меня сейчас смотрите конечно нет ну конечно не эта профессия не знаю кира может быть у вас как-то да у меня как-то да нет конечно ты всегда влюбляешься в режиссера ты всегда влюбляешься в партнера не обязательно с партнером иметь близость или спать потому что там объединяет что-то большее загадочное какое-то движение к неизвестному вперед это классные чувства то есть я понимаю что вы в отношениях с мужчинами больше желающий взять чем отдать нет не надо так разговаривать со мной потому что с другой стороны очень сидит мама которые у которой чувства долго гипертрофированное сразу сделать все и чтобы все было тяжело вот это все взвали что значит было тяжело но мама не понимала когда можно как-то облегчить мужчина способен защитить хоть с этим вы не поспорите взять на себя заботы какие-то трудности не буду отвечать на этот вопрос не отвечайте вот после этого теоретического экскурса вернемся к истории вашего первого замужества где вы сможем жили снимали квартиру на сходне вы с радостью с интересом погрузились вот эту уже понимаешь что мой вопрос лишний не готовить не стирать не заботиться это не ваш я с истерической значит вот этой менталитетом отличница я начала как раз готовить чего-то как до стирать чистить гладить а потом кир садилась как у островского а не удавиться ли мне и все-таки тань почему так быстро наступила разочарованная да я мне трудно сказать мы оказались разными а какая я тогда была я была плаунная если бы это случилось позже вы бы оставили во первых не пошла бы конечно просто не башки конечно он ну и ни при чем я себе что-то придумала нарисовала юг яблони в цвету любовь я не могу без него жить и это чувство вины когда вы его оставляли я понимаю мы вас там не было никакого ни малейшего но вы же выбросили тайну что он через полгода женился как-то не быстро стоянов на третьем семестре через полгода почему вы если верить тому что вы когда-то сказали вы на долгое время запретили себе думать о замужестве новым так не понравилось ужасно вы свободолюбивая девушка я ломала все на своем пути и сломала бы все в каком-то своем стремлении идти вперед или уйти от него профессии как вы распорядили своей свободой когда развелись с ним как жили без любви да как это я без любви то у меня романы начались ну что сразу ну конечно ну киру я попала в этот блистающий мир кира какие люди кругом какие какие обалденные талантливые веселые а у вас была тогда жил площадь так я понимаю она ваша соседка по коммуналке сказала что никогда ничего не пропускать из радости веселиться пока может вот эти советы они соответствовали тогдашнему вашему мироощущению и жизнь мне давала возможность вот не было ощущение края пропасти потому что опять же цитирую вас вы говорили о том что после спектакля после съемок вы приезжали на вашу небольшую жилплощадь в коммуналку и отправлялись как вы сказали досидеть допить долюбить и я прекрасно понимаю что это могло означать в начале жизни можно себе все позволить быть неправильные грешные долюбу перестаньте ненавижу я эти слова это все так и надо делать как до любить допить вот это все все это же было со знаком плюс это шло познавание жизни познавание себя познавание эмоций нет нет быть молодой актрисой хорошо вторым вашим мужем стал человек который сначала вас разглядел актрису и потом уже только увидел женщину как вы понимаете мы перешли к разговору о вашем тогда будущем уже втором мужа переводчики драматурги писатель михаиле мишине для вас важно что увидев спектакль гренада где вы играли михаил мишин прежде всего все-таки восхитился вами как актрисы да и он ты меня заинтересовал как сценарист начнем с этого так конечно был бы он инженер электрик у него просто электротехническое образование конечно же я жила какую-то свою такую хорошо придуманную жизнь понимаете такое я как кино про себя смотрела и мне хотелось чтобы кино шло вот как-то вот туда я стала себя и вести как молодая востребованная актриса и в эту схему входил значит сценарист чего началось наше знакомство больный ветер оперетта фильм снимал ян борисович фрид и значит и меня ян борисович фрид взял на роль пепиты дьявола которые видимо мишин рассказ что это он меня разглядел а вот ян борисович было за 70 он был один из одних одним из старейших режиссеров и миг сказали а у него соавтор мишин я думала он такого же возраста и когда мне говорили что мишин в тебя влюблен а я нравилась пожилый мужчина я думаю ну да ну я нравлюсь возрастный мужчина а вы в то время были уже свободны от всех чувств или был какой-то какой-то был такой драматически тянущийся роман кир вот знаете мы какие с вами разные вы меня все про любовь спрашиваете да так про какие-то романе а у меня жизнь на роли делится понимаете нет я первый поцелуй могу плохо помнить а первый поцелуй на сцене помню меня в голове не по любовям а по ролям я вообще иногда попадала в какие-то странные истории когда я стою с известным артистом и думаю а что это он на меня так смотрит у меня с ним роман но у вас как-то очень мужская психология поэтому мы ведут друг друг а мне очень женская вот это не поняли сюда роман заводить вы хотите сказать что потребитель нет просто мужская психология но мужчины охотники они они гораздо мне кажется спокойнее холоднее относятся к отношениям и ко всему так вот все-таки если мы вернемся вот к возрастному мужчине который вам казался а да они так долго зачем ты мне все говорили вся группа чтоб тебя влюблен мишина но потом выяснилось что он совершенно не старый и мы встречались последний съемочный день и мы просто обреченно посмотрели друг на друга и начался сразу же роман почему потому готовы были подходила все вы верите в какие-то мистические совпадения ли вы и в этом реалист вот как вы думаете судьба посылает людей друг другу на встречу или все таки люди каким-то образом сами творят судьбу свою я фаталист но он вам понравился он меня на самом деле увлек талантом когда я посмотрел спектакль лица тогда я сказал это ты написал сказал я а потом по мере развития отношений я стала в него влюбляться кто назначил первое свидание вы были какой первое свидание будут сразу мы вот увидели друг друга поехали пить шампанское потом поехали ко мне в номер какое свидание извините я вас не спрашивала даже об этом все это входило в стереотип поведения молодой снимающийся актрис а он был свободен в этом нет он был женат вас это совершенно никогда потому что я никогда никого не хотела разводить это всегда не табу знаете я столько знала прекрасных женатых мужчин на которых может быть я даже была влюблена и к и которые не собирались ни с кем разводиться и семья была для них свята и они мне говорили что влюбленность это совсем неплохо это как тайна она меня будоражит она меня тревожит она мне делает жизнь интересной может быть да у меня мужская психология мне никогда не казалось что это плохо в общем единственный брак который я разрушил это был мишинский была попытка расстаться ваша да потому что я как раз сказала что я не хочу быть любовницей и сказала что я уже достаточно была и либо мы заканчиваем либо значит но вы понимали что вы без него не можете обойтись или просто я уже немножко понимал что по моему моя жизнь куда-то не туда идет я уже стала такой более раздрызганный истеричный понимала что что-то не складывается на как-то да и я к нему прикипела это были сложные отношения мы расставались на долгое время расставались там начались проблемы в семье и сказал уходи я не умру и мы расстались и через какое-то время он вернулся ко мне потом еще как-то там не все было гладко в этих отношениях но они до закончились браком года два мы жили без брака и в общем было ничего не плохо и в общем-то стали жениться потому что у нас был огромный круг друзей киношно-театральных мы такая пара богемная была пара и и они все стали говорить когда вы уже поженитесь вы уже были женой миши когда вы написали странную для меня фразу вы сказали что никакой принц ниоткуда не прискачет и ждать бессмысленно я решила что мне опять пора замуж это значит что вот мишин не был вот тем принцем которого вы ждали вот сейчас опять будете меня презирать но принцем было режиссер с ролью но вы пока поженились чтобы бесконечно расставаться потому что у вас съемки у него там тоже гастролика мне нравилось какое-то время быть женой мы такая были пара муж писатель вы писатель я опять так утилитарно если мне писатель а кто из публики но вот бесконечные вот эти расставания вы все равно можете назвать это семьей какое-то время он был неплох этот брак а а по а потом как-то стал настораживать я не боюсь показаться циничный или какой-то ужасный просто я вдруг принял что это очень очень непростые отношения брак я вдруг поняла что это совсем не вы актриса я писатель это совершенно какие-то другие отношения где надо уже нести ответственность за свои эмоции в том числе ну короче стала проходить все стадии которые проходят любой человек окунувшийся в настоящий брак да все таки вот кто как был устроен ваш семейный этот очаг кто создавал уют в доме кто кого встречал кто кому готовил ужин ну тут вот и начались у нас на самом деле неприятности вот друг я стала сталкиваться с тем что значит обед у меня всегда был готов еда была готова это было вбито но вдруг он говорит что вот я должна сидеть столом он ест а я должна сидеть это не ем я уже по я пару раз попробовала посидеть и сказал я что я этого никогда не буду делать и она просто во время обеда совместного начинаются какие-то разговоры обсуждения дня там еще что-то это наверное это был момент видите у меня этого не было же в семье все сами разогревались но можно и учиться и я не хотела этому учиться это не не вкладывалась в мой образ чего бы мне хотелось я не сумела состояться как жена да у вас называется жена я не жена мне не дано было понять разве не назначение нас просто любить любить нет отдавать себя не жертвовать собой нет любовь это жертвы нет вы не понимаете меня я не понимаю вас и в этом между прочим прелесть скажите а как бы вы охарактеризовали все-таки то что вас связывало с михаилом мишиным судьба судьба так вообще мне кажется что он до сих пор дискутирует с вами на тему любви и семьи отношений мужчины и женщины послушать понимаете мы прожили 20 лет ну почти 20 лет я уже не пропала голосные суждения на ее какие-то поддержки но бывало тоже разное всякое разного бывали непонимание понимания ну слушайте жизнь как-то успех известность слова звездность ну во всяком случае по молодости было радостно было бы было бы были радости когда куда-то ездили когда что-то узнавали куда-то мы летали там значит когда еще никто еще этого не было и нас улетели там на коста-рику куда-то в новый год какой-то сумасшедший значит абсолютно праздник полный полет мы молодые новый год а там калибре летают просто мы же меняемся с течением времени как будет мягко сказать и поэтому может быть это нужно нужны разные вещи может быть в разное время я думаю что все таки все мы покажи у нас есть что-то живое нам нужно там сочувствие внимание жалость там сострадание тысячи там забота скажем может быть там из этого вынимается слово страсть но смутно верю что никто никому не нужен вообще так не бывает чтобы не как чтобы мы не говорили нет он не очень нужен и вам больше скажу что мы когда развелись лет через пять после развода отношения стали намного лучше когда вот он был чуть вдалеке он вообще чудесный понимаете вы прожили с мишином почти десять лет ведь до рождения до кати это вы откладывали как-то рождение ребенка я вообще не хотела детей это снова не свобода что ли какая-то или просто я не понимала я в ужасе смотрела на этих существ которые были у моих подруг и я они казались такими чудовищами которые ломают жизнь вам ведь было 36 до меньше было 45 и вдруг вот это известие о беременности это было ожидаемое все-таки радостное событие ли стресс рухнула страна я стала во первых никому не нужный театр стал никому не нужной кино советское кончилось и все и и совершенно кончился смысл жизни вообще-то были чудовищные года и я вдруг слышу что одну очень известную актрису увезли в сумасшедший дом и она кричала нельзя со мной так нельзя со мной так я вот это что значит со стороны я вот это со страны увидела и я сказал себе ну давай сойди с ума из-за того что тебя три придурка не позвонили и роли не предложили давай сойди с ума тьма рассеялась а я была беременна уже я не знала да и тут уже все я сказала все это будет ребенок а как получилось что катя родилась такой болезненно это почему это ошибка врачей было как абсолютно я ее родила через кесарева и мне кололи антибиотики я пила антибиотики а мне приносили ее кормить но они сорвали ей весь живот и этот шлейф тянулся за нами много-много лет и вот это было одно из самых страшных испытаний а ваше отношение с мишей в этот момент это ведь по-разному бывает вот это вот болезни и они или создания людей или наоборот что отношение с мишином этом стала ломаться все-таки вот от депрессии от вашей болезни от которой вы говорили вас спасла в какой-то степени давайте перестанем говорить про болезнь какая болезнь вы имеете ввиду алкоголизм да я сейчас не пью потому что я не могу этого делать мне бокал вина он невозможен как у других нормальных людей а здоровье уже нет переносить большие дозы поэтому я не пью но вот мне 60 лет я сижу перед вами но поверьте мне что в 60 лет алкоголички выглядят по-другому и говорят по-другому просто я вообще это говорят какие-то люди которые не в теме я хотел я хотела просто каким-то образом обозначить черту вот когда это ушло из жизни когда вы перестали быть зависимы от этого когда вы себе помогли ли дочка рождения помогла или миша или обстоятельства или вы достаточно сильный человек который сказал стоп и все понимая что за этим больше ничего не будет ну так я тоже не могу сказать все равно с божьей помощью а помощь это может выражаться и в поддержке и в словах и в книжках и в людях виктор сухароков рассказывает как раз вот о трудном периоде вашей жизни вот эта уязвимость ее может быть даже и слабина я думаю это возникал у нее на конкретном этапе жизни вот она она пошла-шла-шла-шла по лесенке вверх она всегда шла вверх и вдруг надломлена эта ступенька она ее не заметила и вдруг она сделал этот шаг а там дыра а там провал а там может быть подлость предательство здоровье я не знаю у нас немножечко были какие-то страницы жизни схожи и я из той своей странице сделал открытие что бог приходит к нам иногда в обличье людей только мы этого не понимаем миша и обожают он ее любит у них великолепная пара и однако что-то между ними произошло они ушли друг от друга понимаете неважно упал ты или упал главное продолжишь ты или не продолжишь жить а этому никто не учит ни бог ни черт никто нас не учит продолжить я очень хочу чтобы у нее не только было продолжение но чтобы это продолжение было возрожденным обновленным с пониманием времени не обращая внимания ни на что ни на кого она способна она сильна она очень талантлива если она в себе разобралась поняла себя почувствовал что-то теперь надо просто успокоиться выспаться и сказать в зеркало себе сначала ты прекрасна ты великолепна ты талантлива ты единственная пойдем хорошим аналог он вообще прекрасный да и в общем его судьба он тоже не скрывает для меня доказательство того что бывает справедливость в этой жизни потому что у него были такие черные периоды что казалось он никогда не выберется практически можно было прощаться и чтобы оттуда вот через труд 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 это вообще но я его очень люблю и очень им горжусь но говорит по поводу того что да надо не только встать продолжить жить вы продолжили жизнь потому что вы занялись плюс ко всему режиссур и вот как муж отнесся к этой перемене участи вашей потому что режиссура она меняет характер любой женщины действительно научиться настаивать командовать очень смешно это было очень смешно потому что это было вот то безумное время когда я все-таки с темноты вылезла и не поняла что жизнь есть и занятие есть я начала вот режиссировать ровно на третий день поняла что я глубоко заблуждалась начался от потому что все сыпалось валилось никто меня не слушался но мишин был молодец в этот период вот он это все выносил все вот это поддерживал но когда я его позвала смотреть он сказал так сцена хорошая но будем все менять сказал музыку поменяем значит это поменяем завтра репетиция и они вдруг все знать актеры они да 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 они сказали и я пришла домой и сказала чтобы ты больше не появлялся там вот так вы сказали примерно да осенью по моим 2008 года вы официально уже объявили о том что расходитесь что произошло были какие-то романы на стороне невозможные ссоры устали быть друг с другом разочаровались друг друге и сегодня такая хорошенькая да вот все что измен не было все кроме измен просто степень раздражения доходила до безумия и это вашего раздражения или его или взаимного но его мне кажется я стал другим человеком с другими взглядами с другими с другим здоровьем с другими ориентирами а и шкалой ценности и ничего это мне уже не вписывалась ни никуда муж не вписывался нет не вписывался мы плохо жили а я не считаю что человек должен плохо жить развивалась ваша драма расхождение параллельно развивалась драма с кати ее анорексии это вот каким-то образом связаны нету это мы были разведены мне кажется что нет потому что на самом деле она нас никогда вдвоем не видела даже когда мы в браке либо папа дома либо мама дома как долго длился вот этот кошмарный период два с половиной года кира вы ничего не сделаете вот я всем говорю ругателям родителей вы не сделаете ничего и не смейте осуждать родителей это такая горе такое такая беда ты ничего не сделаешь анорексия на в голове это психическое заболевание такое отчуждение ты в таком вражеском станет и такая чужая что ты ничего не сделаешь ничем господь бог пожалел а катя считает что господь бог и она как хорошо что все позади слава тебе господи она уже взрослый человек я знаю что несколько лет она училась в англии потом штатах и вам не страшно было тогда ее отпустить одну вот на такое расстояние после того что случилось я всегда исповедовала тот такой постулат что детей надо вовремя отпускать когда вот у нас нашел разговор что и хотелось бы поучиться за границей а я сказала yes yes я сказала но пережила то я это тяжело она отучилась год в англии два года она училась в америке и полтора года жила там как окончившая она на актрису получилась там мы пошли таким путем потом она приехала в россию и ей значит тут понравилось и пока мы живем с ней вдвоем вы чувствуете что вы ей нужны теперь больше чем когда-либо что и нужны ваши советы ваша помощь я бы даже сказала что на самом деле она нужна и мне так что вот нам я очень хочу чтобы она была свободна и ни в коем случае не буду ее ни в чем напрягать или там ну раз ребенок на сколько спокойнее когда тебе есть о ком заботиться насколько мне спокойнее хотя это эгоистическое вот это чувство насколько спокойнее когда я знаю что я приготовлю обед я ни разу не всплакнула вспоминая мужчин я расплакалась вспоминая маму и дочь вот вы сказали для меня ключевую фразу ну вот может быть сами того не подозревая поговорить о том что очень важно о ком заботиться очень мудрый человек художник борис диодоров сказал что браке очень важно чтобы человек не тянул одеяло на себя а укрыл того кто рядом браки такие разные и люди такие разные что иногда надо бежать вам от этого одеяла вообще куда-нибудь подальше и люди такие разные и женщины и жены так как укрывать не будете почему ну кир вы как-то очень вот я романтический человек а вы романтик в кубе удобно для меня ну и что мне делать ничего вести прекрасную передачу не знаю вы меня изумили я была вас другого мнения что вы более иррациональная уж в такой циничном деле как телевидение уж тут такие крокодилы не в обиду всем будет сказано вот здесь и тут очень жесткая жизнь и очень жесткие отношения и вдруг вы абсолютный киры идеалист я вижу что вы искренне абсолютно даже не понимаю мне воспринимать это как комплимент как диагноз мы два диагноза противоположных да а я вам благодарна таня за то что сегодня сквозь не серьез прорывался действительно серьез и глубина и грусть и пережитое и драма и настоящая вот за эти настоящие минуты я вам бесконечно благодарна потому что я увидела другую догелева спасибо вам спасибо смотрите казалось бы баловин судьбы казалось бы обласкана и тем не менее она была трудоголиком она трудилась она пахала она никогда не преувеличила своих так сказать амбиции но тем не менее она показала что она умеет делать определенные сценические работы режиссерские были труднейшие периоды в жизни конечно были было ли тяжело наверное искала ли она свою любовь возможно ее сердце крики я свободна так